В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. За незаконный оборот спайсов введут уголовную ответственность. Президент России направил законопроект в Госдуму. Для профилактики детские мысли о правилах дорожного движения уже на радио, а скоро и на баннерах. Надоело быть чайниками. Рязанские пенсионеры регистрируются в соцсетях и собираются за новыми дипломами. В августе Рязанским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Виновник так и сбил человека, что тот скончался. Но за два дня, пока события не получили огласку, злоумышленник успел подговорить всех свидетелей. Он напугал, поскольку он неоднократно судимый. Там около 10 или 12 судимостей, причем за которые он реально отбывал наказание в местах лишения свободы. По версии следствия, все участники и свидетели происшествия накануне вместе выпивали. Погибший якобы невежливо отозвался о подруге подозреваемого. Дальше все решили кулаки. Данное лицо вину в совершении данного преступления не признает. Всячески воспрепятствует органам предварительного следствия. Мужчине грозит серьезный уголовный срок. Повлияет на наказание и два таких немаловажных факта, как непогашенная судимость и рецидив. В рейтинге криминальных эпизодов лидирующей позиции снова удерживают наркоперевозчики и их клиенты. В Сараевском районе 50 граммов марихуаны было обнаружено дома у 19-летнего жителя села Борец. Большую партию изъяли у жителей поселка Тума Клепиковского района. Полицейские получили информацию, что 44-летний мужчина может участвовать в процессе перевозки наркотиков. В его квартире оказалось 160 граммов марихуаны и более 255 граммов конопли. А вот жительницу Новомичуринска, это уже Пронский район, выдала неуверенная походка. Когда дама увидела полицейских, решила скрыться во дворах. Но план провалился и пришлось объяснять, откуда в кармане сверток с марихуаной. Еще один депутат не оправдал доверия. Сейчас следователи разбираются, каким образом руководитель одной из рязанских коммерческих организаций так просто получил огромный кредит. Так, по данным следствия, подозреваемый путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении возглавляемой им организации, незаконно получил кредит в банке на сумму более 14 миллионов рублей, в результате чего банку был причинен крупный ущерб. Учитывая, что подозреваемый является депутатом Рязанской городской думы, уголовное дело в отношении него было возбуждено руководителем следственного управления. Нам, простым горожанам, лучше и не знать, на что могла пойти сумма с таким количеством нулей. А вот за державу обидно. Люди выбирают, а их обдирают. За незаконный оборот спайсов необходимо ввести уголовную ответственность. Законопроект с таким предложением в Госдуму направил президент России. При этом предлагается наделить Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков полномочиями по формированию реестра новых опасных психоактивных веществ, оборот которых в России запрещен. Список будет подлежать официальному опубликованию, в том числе размещению в интернете. Самым мягким наказанием за продажу спайсов будет штраф до 30 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет. Если преступление носит групповой характер с причинением тяжкого вреда здоровью, то раскошелиться придется на 200 тысяч и принудительно отработать до 480 часов, либо трудиться на благо государства всю ближайшую пятилетку. Также есть в законопроекте и административная ответственность за потребление спайсов и небо в клеточку за продажу. Называется «добаловались», пока многие разглагольствовали, что спайсы – невинное развлечение современной молодежи, понадобилась тяжелая артиллерия для борьбы с этой заразой. Он был такой обаятельный, часто говорят девушки, пострадавшие от насильников, и, несмотря на жизненные уроки, продолжают садиться в машины к незнакомцам. Интересно, хоть одна задается вопросом, почему посторонний мужчина так рад вас прокатить за город или угостить чем-нибудь ночью? В конце июля этого года в отдел полиции с заявлением об изнасиловании пришла еще одна рязанка. Обратиться в правоохранительные органы девушка смогла только через пару дней после неприятного инцидента. Ее новый знакомый не ограничился сексуальными утехами. Применил к ней насилие, очень жестоко ее избил, тем самым, скажем, подавил ее волю к сопротивлению, что она не могла оказать ему должного сопротивления и воспрепятствовать его насильственным действиям, после чего изнасиловал. По словам потерпевшей, с выходцем из Южной Республики она познакомилась накануне. Мужчина произвел положительное впечатление, спустя какое-то время они поехали купаться. Но до пляжа девушка так и не добралась. Ее избили, ограбили и изнасиловали. И, судя по всему, она далеко не первая жертва задержанного, и он о своем образе жизни не жалеет. Со слов его установлено, что якобы он неоднократно отбывал реальные наказания за причинение телесных повреждений другим гражданам. Уважаемые девочки, девушки и женщины, хотя бы иногда думайте о последствиях. Времена рыцарей давно в прошлом. И если первый встречный уговаривает вас поехать подальше от людей, задайте себе вопрос, зачем? К другим темам выясняются обстоятельства гибели двух людей, трупы которых были обнаружены после пожара в гараже на улице Стройково. Огонь был локализован быстро, так что помещения и вещи внутри практически не пострадали. И этот факт только добавляет интриги. Погибшими являются Рязанец 1965 года рождения, который работал сторожем в данном гаражном кооперативе, и его знакомая 1972 года рождения. В настоящее время в ходе проведения доследственной проверки устанавливается причина смерти, но по предварительным данным криминального характера она не носит. Дети – самые незащищенные участники дорожного движения. Водители их не замечают, родители либо сажают в машину без детского кресла, либо тянут за собой через дорогу в неположенном месте. Со взрослыми нужно по-взрослому и бороться. Рязанские школьники и малыши выходят в народ. Благодаря Госавтоинспекции, Управлению образования и молодежной политики и Рязанскому медиа-центру они будут услышаны и увидены. Традиционный городской конкурс «Пешеход-пассажир-водитель» проводится уже в 15-й раз. Открытие выставки творческих работ участников и награждение победителей состоялось в кинотеатре «Люксор-Круиз». Мимо детского крика души не пройдешь. Ребята рисовали плакаты, писали письма, обращения водителям, наблюдали за участниками дорожного движения с фотоаппаратом. Мы нарисовали рисунок про пешеходов. Все вместе рисовать? Да! С каждым годом работ становится все больше и больше. В этом году более 200 детей приняли участие в конкурсе из 40 образовательных учреждений города Рязани. Если дети рисуют то, что видят, то нам, взрослым, должно быть стыдно вдвойне. Нарушаем, подрезаем и постоянно куда-то так спешим, что не обращаем внимания на происходящее вокруг. В рамках конкурса уже в конце сентября три лизанские школы, первая, 34-я и 61-я смогли принять участие в городской акции «Дети водителям», когда школьники вместе с сотрудниками госавтоинспекции вручали участникам дорожного движения листовки с просьбой правила не нарушать. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма, конечно же, самая насущая для сотрудников госавтоинспекции и самое такое наше трепетное отношение именно к юным участникам дорожного движения. И одна из форм работы именно по профилактике детского травматизма это, конечно же, привлечение детей к какой-то творческой деятельности, потому что, выполняя эти творческие работы, ребята вкладывают в них всю свою душу, тем самым обращая внимание на соблюдение правил дорожного движения и на законопослушное поведение на дороге. Лучшие работы в номинации «Проект наружной рекламы» «Мы за безопасность дорожного движения» будут использованы в качестве баннеров, рекламных щитов и информационных стоек на улицах нашего города. А на Дорожном радио уже стартовал замечательный проект «Дети говорят». Меня зовут Гриша. Я очень люблю, например, гоночные машины, фуры. Хочешь быть водителем? Ну да. Грузоперевозчиком на фуре. Гриша подошел к конкурсу серьезно, нарисовал одну из самых частых ситуаций. У меня там мальчик с собакой, собака за мячиком, мячик на дорогу, и машина едет на него. А откуда ты придумал такой сюжет? Ты его где-то подсмотрел? Ну да, в книжке. Мне мама помогала. Какие правила дорожного движения ты знаешь? Ну, нельзя ехать на красный свет, соблюдать знаки. Гриша честно признается, нарушения водителей приходится видеть часто, но что поделаешь, он пока маленький и повлиять на хулиганов не может. Я бы им сказала, ну вот иногда мой папа не включает поворотники, когда поворачивает. Я ему говорю, пап, включи поворотник. И все. Слушается? Уважаемые папы участников конкурса, ваши дети молодцы. Но если вы будете продолжать в том же духе, рано или поздно они последуют вашему примеру. И в заключении хорошая новость, которую нам захотелось поделиться. В Рязанском отделении пенсионного фонда состоялся уже третий выпуск обучающихся пенсионеров. Красивые, подтянутые и очень молодые душой. Им надоели бесконечные очереди за справками и редкие звонки на домашний телефон. Общаться с друзьями и записываться на прием в поликлинику они научились через интернет. Я не хочу сказать, что уже сделать с продвинутым пользователем. Но и списков чайников я себе вычеркиваю. Они тоже далеко не все любили учиться в юности. И вовсе не думали, что на шестом-седьмом десятке будут как школьники волноваться перед получением дипломов. Виктору 67 лет. Он пришел на курсы, чтобы жизнь из монохромной снова превратилась в красочную. Получилось. Теперь можно быть в курсе последних новостей сколько угодно, пересматривать старые фильмы и делиться впечатлениями с друзьями по переписке. Можно загибать пальцы. Одноклассники, Майл.ру, ВКонтакте, ну и Скайп. Меня больше всего удивило то, что они очень сильно хотят нам учиться. То есть видно, что когда им что-то рассказываешь, им все это нравится, им глаза загораются. Они хотят все это знать, знать, учиться, учиться. Если время, знаете, подходит, они говорят, Максим, давай что-нибудь еще расскажешь, давай что-нибудь еще расскажешь. Я бы, допустим, с удовольствием еще отучился. Как вот, если будет, да, повышение этих курсов, я с удовольствием приду и буду учиться. Дмитрий заметил объявление о наборе на компьютерные курсы по телевизору и жалеет только об одном – не сразу удалось записаться. Увидев молодых людей в качестве учителей-наставников, многие заволновались, хватит ли на них терпения. И до последнего не верили, что каждая их просьба будет услышана. Очень интересно, молодцы ребята, очень доброжелательные, очень хорошо объясняют свой курс программы. Все это организовано было, ну просто превосходно. Все очень подробно, очень хорошо. Мы так довольны своим преподавателем. И мы большое спасибо ему, и большое спасибо за эти курсы, потому что чувствовать себя более современным человеком в нынешней ситуации – это очень большое дело. В прошлом учебном году более 70 таких выпускников пополнили список пользователей всемирной паутины. Количество желающих постоянно растет. Для пенсионеров один повод надеть красивую рубашку уже много значит. А ветераны с радостью для себя поняли, что теперь для подготовки к открытым урокам не нужно специально ехать в библиотеку. Вспомнить о великих сражениях и интересных фактах можно за монитором компьютера. Это для нас большая честь и большое желание. И я считаю, что для них это очень важно, потому что это вовлекает их в активную не только трудовую, но и общественную деятельность. Это вовлекает их в хорошее взаимоотношение с своими родственниками, которые находятся за пределами их места проживания. Это хороший пример того, что не бывает людей несовременных. Молодежи не приходит в голову, что их бабушки и дедушки очень способны ученики. Только не знают, как попросить внуков обучить их. Мы поздравляем каждого выпускника и гордимся их смелостью и достижениями. Такой была минувшая неделя. В заключении хочу напомнить, что мы готовим к эфиру новую рубрику. И ведущие специалисты ждут ваших вопросов. Что делать, если в документе «Е» вместо «Е» как доказать, что авария была не по вашей вине? Кто виноват, если квитанции приходят на старые адресы, вы их не видели? Можно ли потребовать денежную компенсацию, если вас затопили квартиросъемщики? Присылайте любые важные для вас вопросы на наш сайт город62.tv или звоните по телефону редакции 720020 или 720021. На сегодня это все. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин